Улица Фрунзе 120, аккуратный светлый дом. Здесь родился и жил Ильдар Рязанов, великий режиссер, фильмы которого любят не одно поколение и давно разобрали на цитаты. Словно по заказу в дождливый день выглянуло солнце, ведь именно Рязанов написал строчки про то, что у природы нет плохой погоды. Самое главное, что он навсегда прославил самарца. Вот что он сделал. Он был самарцем до мозга костей. Он иногда даже не сознавал этого, не сознавал, но он надышался этим воздухом, этой рекой, этим городом, этой манерой не бить себя в грудь и выдавать себя за дурачка. Многогранный, тонкий Рязанов умел в своем творчестве коснуться души каждого. Посмотрев его фильмы, я уверен, каждый ныне живущий, молодой ли человек, среднего ли возраста, он обязательно для себя оставит что-то в душе и обязательно будет долго-долго вспоминать, ну, по крайней мере, от Нового года до Нового года точно. Эльдар Рязанов родился в Самаре, жил здесь подростком во время войны. Город детства всегда вспоминал с особой теплотой, говорит супруга режиссера Эмма Валерьяновна, и выразила благодарность руководству города и области за поддержку и внимание. Это поразительно, что даже годовщина еще, 30 ноября, а уже сегодня открывается мемориальная доска на доме, где Ильдар Саныч родился. Ильдар Саныч очень любил Самару. А Самара любила и любит Рязанова. В следующем году здесь откроется музей, посвященный знаменитому режиссеру и его творчеству. А неподалеку от дома на улице Фрунзе появится сквер имени Ильдара Рязанова с открытым кинотеатром. Я думаю, это место будет излубленным местом для посещения всеми самарцами, для того, чтобы в вечернее время каждый из нас смог вспомнить те фильмы, которые были созданы Ильдаром Александровичем Рязановым. А после открытия доски в Самарском институте культуры прошел праздничный концерт. Архивные кадры, отрывки интервью и, конечно, кино. В холле выставка афиш знаменитых фильмов. Ильдар Александрович снял больше 30 картин. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.